Вокзальная улица, что в Росторговской части города видная. Более 50 лет назад учениками шестой школы на этом месте был высажен сквер. Излюбленное место всех тех, кто хотя бы раз пользовался вблизи стоящей конечной автобусной остановкой или железнодорожной станции. Сегодня на сквер страшно смотреть. И ухаживали, субботники здесь и были. В 2017 году здесь провели дорсервис, администрация, сделали обустройство этого парка. Все привели в порядок. А теперь что мы видим? Шлезы на глаза наворачиваются. Факт спила был зафиксирован 19 января во время объезда местности начальником территориального отдела Росторгуева. Идти на контакт рабочие не хотели, но с предполагаемым собственником связаться все-таки удалось. Пообщавшись, я поняла, что действия происходят незаконные. И тут же позвонила нашим коллегам из администрации, сообщила о данном факте. Вызвала по службе 112 наряд полиции и проинформировала о всех мероприятиях нашего уважаемого депутата. Мои коллеги подъехали, перегородили выездки, перекрыли тем товарищам, которые стояли на автотранспортном средстве, возможность скрыться с места преступления. Заблокировали. Тем самым остановили дальнейший процесс спила деревьев. Участок прямо напротив конечной остановки. Предполагаемый собственник спилил 17 здоровых деревьев. Местные жители в шоке. Многие из них в летнее время здесь прятались в тени деревьев от знойной жары. Я с тремя детьми езжу на автобусе. И нам часто приходится минут по 15, по 20 просто его ожидать. Где нам гулять? Мы всегда гуляем здесь. Вот всегда мои дети здесь. Это просто наше место, где мы ожидаем автобус. Не на остановке с тремя детьми, а здесь. И когда я увидела вот это все, я честно ужаснулась. У меня даже сейчас у меня слезы на глазах. Сегодня уже вовсю запущен процесс борьбы с незаконными действиями собственника участка. Помимо этого предстоит выяснить, на каких основаниях территория была передана частному лицу. Человек где-то раскопал эти бумажки, что у него есть какая-то собственность, пай колхоза Владимира Лича, который находится отсюда за много километров. Пришел в суд и сказал, вот у меня земля, но по тем или иным причинам мне ее не дают. Вот судья, она для того, чтобы это воспроизводство справедливости, говорит, ну а что делать в таком случае? Ну, как же быть? Где ж тебе дать-то? Вот есть где-нибудь? Да и вот где есть. А вот здесь. А это чье? Ничего. Ну ничего это? Ну ничего. Ну давай пусть будет твое. Вот по таким способам под дурачка получился вот здесь участок захватить вот этим людям. Между тем, у местных жителей появляются подозрения, что все это затеял владелец рядом стоящего нестационарного торгового объекта. Застать на месте хозяина или управляющего мясным магазином нам не удалось, но продавцы соизволили предоставить телефон для связи. Луавита нашел продажу вот участка и купил участного лица. Я заключил договор с фирмой, кто занимается вырубкой деревьев. У нас есть договор, который вот фирма компетентно вырубит деревья. Участок в собственности и без обременения. По закону там, по-моему, 209 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Если там земельный участок находится в собственности и без обременения, там ничего такого нету, там можно вырубить. Члены общественной палаты муниципалитета уже направили в природоохранную прокуратуру Московской области заявление с просьбой разобраться, на основании чего собственник участка постигнул на липы. Прокурор пояснил, что по данному обращению будет проведена проверка и принято решение в соответствии с законодательством. В зависимости от суммы причиненного ущерба данные действия будут расследовать либо дознание, либо следствие. Свою проверку в отношении ситуации провела и администрация Ленинского городского округа. Они не имели права спиливать в сквере деревья, не имели права вообще заступать на этот земельный участок, несмотря на то, что у них оформлена документация землеустроительная. Но, тем не менее, сейчас администрация спаривает данный факт по поводу права собственности на земельный участок в судебном порядке. И, кроме того, рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде. Все материалы находятся в настоящее время в Виндовской городской прокуратуре для принятия решения о возбуждении уголовного дела. На данный момент незаконный спил лип, остановленный, какое бы решение суд не вынес в отношении права собственности данного участка, лицу, который произвел уничтожение деревьев, придется компенсировать материальный ущерб, чтобы высадить новые зеленые насаждения. Юлия Погосян, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видное ТВ.